Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит мой YouTube канал. Канал, который носит мое имя Евгений Киселев. И со мной сейчас известная белорусская общественная деятельница и журналист Наталья Радина. Наталья, я вас приветствую. Спасибо, что согласились с нами сегодня обсудить одну из самых громких новостей последнего времени. Неожиданную смерть Владимира Макея, министра иностранных дел Беларуси. Я хочу сразу попросить всех, кто нас смотрит, если эта тема вам интересна, если вообще вам интересно то, что я показываю и рассказываю на этом канале, пожалуйста, поддержите нас лайками, вопросами, комментариями, репликами. Ну и самое главное подпиской. Вот там кнопочку, видите? Нажмите, пожалуйста, под видео на кнопочку подписаться и на колокольчик. Тогда вы будете получать, если нажмете на колокольчик, извещение о том, что у нас появились новые видео, новые беседы, интервью, комментарии. И давайте перейдем к делу. Наталья, скажите, пожалуйста, вы допускаете, что смерть Макея могла быть не случайной, насильственной? Конечно, допуская, поскольку действительно его смерть была неожиданной. Все-таки 64 года человеку, и он никогда ранее не жаловался на здоровье, насколько мы знаем, не обращался к медикам. Поэтому смерть его была неожиданной абсолютно для всех. И судя по реакции Лукашенко и его окружения, в том числе и для них. А кому она могла быть выгодна? Знаете, классический вопрос. Виноват может быть тот, кому это выгодно. Ну, если мы говорим, классический вопрос, классический ответ. Выгодно всем на самом деле, поскольку Макей же был таким форменным негодяем. То есть это абсолютно беспринципный, циничный человек, который много лет, на протяжении 20 лет обслуживал режим Лукашенко. Это, в общем-то, была его правая рука. И вот он соперничал вместе с Виктором Шейманом в своем влиянии на диктатора. То есть он опирался на этих двух человек. На Шеймана, бывшего секретаря Совета Безопасности, и на Макея. В прошлом главы администрации Лукашенко, его личного помощника, а также министра иностранных дел на протяжении последних 10 лет. Это был такой серый кардинал. Это человек, который взаимодействовал с Западом. Был главный переговорщик с Западом. Человек, который лично торговал, в том числе и политическими заключенными. Что значит торговал? Объясните, пожалуйста. Все очень просто. То есть Лукашенко брал в заложники людей, сажал в тюрьмы политических активистов, кандидатов в президенты, как, например, в 2010 году. Вот массовые аресты, которые в 2020 году обрушились на страну. До 2020 года шла активная торговля политическими заключенными в обмен на снятие санкций. После 2020 года, насколько я знаю, тот же Маккей снова обращался к Западу с просьбой отменить введенные санкции в обмен на освобождение определенного числа политических заключенных. То есть это, в общем-то, такая была обычная практика для режима Лукашенко – торговля людьми. Ну хорошо. А если говорить о России, например? Ну, я, естественно, как и вы, читала о том, что писал Леонид Невзлин, о том, что есть вероятность того, что Маккей отравили представителей ФСБ России, что это было выгодно Кремлю, что сейчас идет такое серьезное давление на Лукашенко с целью, чтобы белорусская армия вступила все-таки в войну против Украины. То есть, в принципе, я считаю, что такая версия вполне может быть, и она не безосновательна. Но все это доказывает в очередной раз, насколько режим Лукашенко не самостоятелен, насколько он марионеточен, и насколько судьба и жизнь самого Лукашенко сегодня зависят от Путина. Ну вот все-таки мне бы хотелось узнать ваше мнение. Я прочитал статью известного журналиста Артема Шрайбмана, который он написал для сайта фонда Карнеги на русском языке, где он утверждает, что якобы в прошлом покойный Маккей предлагал Западу снять санкции с Беларуси в обмен на обязательство не вступать в войну против Украины на стороне России. Это могло быть? Ну, могли быть, конечно, любые переговоры. То есть мы знаем, что Маккей, в общем-то, такая хитрая сволочь, которая, конечно же, вела переговоры с западными политиками, и, скорее всего, с европейцами, и с американцами. Конечно, он мог это предлагать. Другое дело, кто в это поверит. Понимаете? Потому что, ну, всем сегодня очевидно, и на Западе в том числе, что режим Лукашенко потерял какую-либо субъектность. И выйти из этой войны, к которой он ввязался наряду с Путиным, сегодня Лукашенко, я думаю, не в состоянии. Ну, как вы думаете, проигрыш Путина, военное поражение в этой войне, в этой авантюре, оно как отразится на дальнейшей судьбе Лукашенко? Ну, естественно, этот режим потонет вместе с режимом Путина, а может быть, даже и раньше. Ну, хорошо, а как это будет практически? Какой вам представляется сценарий? Ну, вот, предположим, понятно, что Путин, проиграв войну, не скажет, что я проиграл. Он попытается сохранить лицо и, допустим, заявит Граду и Миру, что все, задачи мы выполнили, цели, так называемые спецоперации военные, достигнуты, мы уходим, или там, демонстрируем добрую волю, или что-нибудь еще придумает такое. И что после этого происходит в соседней Беларуси? Нет, ну, понимаете, в любом случае режимы Путина, режимы Лукашенко, они начнут разваливаться. То есть то, что эту войну они проиграли, то есть это уже можно сегодня говорить абсолютно точно. Вопрос в том, как долго будет длиться этот процесс завершения войны, и каким образом Россия будет выходить из этой войны. А то, что они уже на грани полураспада, вот эти режимы, это факт. И то, что Путин потянет за собой Лукашенко, это тоже всем очевидно. Какие могут быть варианты развития ситуации в Беларуси? Ну, их может быть несколько, начиная от того, что может быть какой-то номенклатурный переворот, потому что нужно говорить о том, что белорусские чиновники сегодня крайне растеряны, они понимают, что Лукашенко тянет их на дно, да, то есть что эта война в любом случае будет проиграна. И совершенно понятно, что режим Путина тоже не в состоянии просуществовать долго, и он тоже посыпется. Поэтому могут быть какие-то номенклатурные заговоры, могут быть в том числе, как в зависимости от того, как будут развиваться события, если будут снова вторжения в Украину с территории Беларуси, войдут туда то ли только российские войска, либо российские войска совместно с белорусскими, возможен вариант вхождения на территорию Беларуси белорусских добровольцев, которые сегодня воюют в Украине. Я имею в виду полк Калиновского, ну и другие белорусские подразделения. Такой вариант тоже нельзя исключать, он вполне вероятен. И сегодня надо честно говорить, что какие есть еще пути изменения ситуации в Беларуси, которые сегодня находятся под жесткой диктатурой и, по сути, оккупированы российскими войсками. Ну, наверное, нам остается военный путь. Слушайте, а покойный Владимир Макей, он не мог случайно оказаться во главе какого-то номенклатурного заговора? Ведь очень часто случается, что правая рука своего хозяина может предать. Ну, знаете, вот я в это слабо верю, потому что Макей верой и правдой служил в режиме Лукашенко на протяжении более 20 лет. И в 2020 году, несмотря на то, что у него было такое реноме якобы либерала, якобы некого мягкого политика, хотя я в это никогда не верила, я прекрасно понимала, что это маска, и не более того, несмотря на это, в 2020 году он полностью поддержал Лукашенко, он оправдал вот эти все массовые репрессии, вот, он врал накануне наступления России на территорию Украины, что российские войска выйдут в территорию Беларуси, он угрожал гражданскому обществу полным уничтожением, вот, так что нет, то есть этот человек полностью вот встал на сторону диктатора, на сторону зла, и я не думаю, что он был в состоянии там плести какие-то заговоры и пытаться сбросить Лукашенко. То есть, если я вас правильно понимаю, вот, ходившие тогда, в 2020 году слухи, что Маккей может перейти на сторону протестующих, никакой под собой основы не имели? Думаю, нет. Мы знаем, что его сын выступил против, тогда против Лукашенко, да, то есть он ушел из Министерства иностранных дел, но сам Маккей остался верно служить своему хозяину. И все эти разговоры про то, что он прозападный, что он не очень жалует путинский режим, это все полная ерунда? Я считаю, что это абсолютно ерунда, я понимаю, о чем вы говорите, вы, наверное, тоже посмотрели, как и я, Дмитрия Гордона, который там на основании того, что он один раз поговорил с этим человеком, а потом еще тот пригласил его на обед, делает выводы, что Маккей прозападный и он не любит Россию, ну, знаете, слишком мало оснований для этого. То есть, мне... Я комментарии Дмитрия Гордона на эту тему не видел, но допускаю, что, знаете, иногда люди, встретившись лично с каким-нибудь иностранным, да и даже не с иностранным политиком, принимают хорошую мину при плохой игре за действительность. Да, я думаю, что это тот самый случай. Нет, Маккей был циничным, подлым человеком, который просто играл, который просто делал бит, который просто пудрил мозги, я считаю, западным политиком, да, то есть, на самом деле, занимаясь торговлей людьми и просто пытаясь обмануть Запад, чтобы избежать серьезных санкций. И, в общем-то, не более... Вот это то, чем он занимался. Никаким либералом, по сути, он не был, никаким прозападным политиком он не был. Более того, я скажу, что в 2010 году, который отметился тем, что на тех президентских выборах были арестованы практически все независимые кандидаты в президенты, Владимир Маккей возглавлял администрацию Лукашенко и лично курировал репрессии против кандидатов в президенты, членов их штабов, активистов оппозиции, журналистов. Я тогда, кстати, сама попала в тюрьму КГБ. И мы знаем, что за нашей судьбой, за тем, как жестко с нами обращаются, к людям тоже тогда применялись пытки, следил лично Владимир Маккей. — Ну хорошо, а когда вас стали отпускать, он какую-то роль здесь играл, как вот утверждают некоторые, что он потом, я об этом уже упоминал вскользь, он потом вот вёл какие-то переговоры о том, чтобы отпускать арестованных в обмен на какие-то шаги, которые нравились Западу. — Ну вот это как раз и началась вот эта торговля людьми, о которой я уже и говорила. То есть людей просто освобождали под то, чтобы Запад не вводил экономические санкции серьёзные, то есть снимал те даже визовые ограничения, которые были. Но на людей, которые выходили из тюрем, продолжалось оказывать серьёзное давление. Фактически им запрещалось активно участвовать в оппозиционном движении. Вот. Людей массово вербовало КГБ, заставляли подписывать бумаги о сотрудничестве. Вот. И просто людей ломали. То есть вот так это всё выглядело на самом деле. — То есть вам, например, насколько я понимаю, пришлось уехать в эмиграцию? — Да. — Как и многим другим. — Мне по этой причине пришлось сбежать из страны, потому что я понимала, что меня в покое не оставят, потому что мне неоднократно очень настойчиво предлагали также подписывать бумаги о сотрудничестве с КГБ. — Ну а вот некоторые сейчас цитируют слова, если действительно такие слова, покойный Макей говорил, что он хотел бы, чтобы Швейцария была, простите, Беларусь была вот такой восточноевропейской или там постсоветской Швейцарией, нейтральной, процветающей страной, которая не будет ни на стороне России, и не на стороне Запада. Он действительно такое говорил? — Не, ну он мог такое говорить, но как это возможно при диктатуре? Да, то есть поэтому это так просто болтовня, не более того, который не стоит обращать... — Но может быть он имел в виду после Лукашенко? — Я думаю, что он всё-таки имел в виду с Лукашенко. — Он имел в виду с Лукашенко? — Ну естественно, конечно. То есть это человек, вера и правда, служил Лукашенко больше 20 лет. И когда он говорил там о некой Швейцарии, он, видимо, подразумевал вот ту самую пресловутую многовекторность, которую он проводил совместно с Лукашенко вот эти 28 лет, сколько в Беларуси правит диктатура. То есть это называется тянуть деньги с Запада, давить, репрессировать оппозицию внутри страны, а также кормиться со стороны, как кормиться у России. В общем-то, вот так они существовали с Лукашенко до 20-го года. Потом отношения с Западом, естественно, были испорчены из-за фальсификации итогов президентских выборов и разгрома оппозиции, ну а потом уже началась война, и с многовекторностью было покончено. Ну хорошо, а как вы думаете, потенциал протеста, который мы наблюдали в 2020 году, после полностью сфальсифицированных президентских выборов, он полностью уничтожен? Или все-таки он существует? Нет, потенциал полностью не уничтожен, потому что нужно понимать, чем отличается... Ситуация в России от ситуации в Беларуси. В России все-таки большинство населения, при скорби, поддерживают Путина. В Беларуси абсолютное большинство населения не поддерживает режим Лукашенко. Да, после 2020 года тысячи людей оказались в тюрьмах. Сегодня мы можем говорить минимум о 4-5 тысячах кузниках совести, которые находятся в заключении. Да, сотни тысяч людей вынуждены были бы бежать из страны, но те миллионы, которые голосовали против Лукашенко, то есть они остались еще внутри страны. И потенциал для протеста, он сохраняется. Даже несмотря на то, что сейчас правит в стране жесткий репрессивный режим, по сути такой... В стране сегодня установлено такое чрезвычайное положение, потому что аресты, конечно же, продолжаются уже более двух лет, и они просто не прекращаются ни на один день. И людей задерживают по любым поводам. И это тоже доказывает о том, насколько режим Лукашенко боится своего народа. Потому что если бы он чувствовал себя хорошо, если бы народ его действительно любил, то не было бы таких массовых арестов, которые в Беларуси продолжаются по сей день. А экономическая ситуация сейчас также способствует тому, чтобы вот этот протест зрел-зрел-зрел. И в конце концов, я думаю, что вот эта крышка над кипящим котлом, она в конце концов будет сброшена, и протесты будут возобновлены в той или иной степени. Но что для этого должно произойти? Что должно стать катализатором, искрой? До триггера может быть все что угодно. Начиная от ухудшения экономической ситуации, потому что уже мы видим такие бунты на небольших предприятиях из-за задержек зарплаты. Мы видим, что начинают уже протестовать предприниматели, которые закрывают свои точки на рынках из-за серьезного давления со стороны власти, увеличения налогов. И заканчивая тем, что режим Лукашенко вступит в эту войну, и белорусских солдат направят в Украину. То есть это тоже может быть тем триггером, который изменит ситуацию. Ну и в конце концов, нельзя исключать того, что Лукашенко допрыгается, и в связи с тем, что с территории Беларуси продолжается ракетный обстрел территории Украины, не исключено, что Украина, наконец, ответит и нанесет удары по военным объектам в Беларуси. И мы считаем, что Украина имеет абсолютное право на такой ответный шаг. И это тоже вызовет, естественно, реакцию внутри страны. Многие люди, которые наблюдают за развитием событий в Беларуси после 24 февраля, не могут избавиться от впечатления, что Лукашенко всячески сопротивляется тому, чтобы начать боевые действия сухопутными войсками Беларуси совместно с войсками Российской Федерации против Украины. Вот, пожалуйста, какие угодно политические заявления в поддержку, территорию предоставляем, а вот в бой идти ни в какую. Вот, не кажется ли вам, что убийство Макея могло быть, если это убийство, предупреждением Лукашенко, что с ним тоже такое может случиться? Может быть, может быть. И мы знаем, что Лукашенко сегодня находится в крайне растревоженном состоянии. Источники говорят, что он в панике, что была заменена охрана, его личная охрана, что поменял поваров, прислугу. Ну, вполне может быть. Вполне может быть, потому что видно, что смерть Макея была для него крайне неожиданно так же. Хотя также мы замечаем, что очень немного пишут сегодня о самом Макее, да, то есть белорусские государственные медиа. В общем-то, новость проходит как-то подозрительно, незаметно, да, то есть это никто не ставил суперглавными новостями, иногда это просто проходило одной строчкой. Вот, и мы просто видим, что даже, ну, во-первых, это свидетельствует об отношении Лукашенко к своим людям, да, вот, а во-вторых, это тоже говорит о том, что они боятся даже придавать значение, какое-либо значение этой смерти, обсуждать вообще варианты. Почему? Может быть, они просто не знают, до сих пор не выяснили причины его смерти? Может быть, может быть и это. Так что да, Лукашенко, конечно же, боится за свою жизнь, он прекрасно понимает, что его жизнь и судьба зависят сегодня от Путина, да, то есть он окружен сегодня, в общем-то, людьми, очень тесно связанным с Кремлем. То есть я не думаю, что если перед его, любым его человеком поставить выбор, Лукашенко или Путин, что кто-то выберет Лукашенко. То есть вы хотите сказать, что даже, скажем так, пусть она будет антилиберальная, антидемократическая, но национально ориентированная высшая Белоруссия, которая не хочет ложиться под Москву и не хочет строиться бездельно, и, условно говоря, губернского разлива? Был крайне плохой звук. Вопрос в том, есть ли в Белоруссии патриоты среди номенклатуры? Ну не то чтобы патриоты, но, знаете, все-таки независимое государство. Правда? Да, оно, конечно же, находит в большой зависимости экономической, прежде всего, да и политической от Москвы, от путинского режима. Но как-то вот мне трудно поверить в то, что белорусские бюрократы, высшие, хотят превратиться в российских чиновников губернации разлива. Не, ну если мы говорим о бюрократах, то они, наверное, вряд ли бы хотели этого, да? Но если мы говорим о том, кто сегодня реально управляет страной, да? Помимо Лукашенко, это все-таки больше представители силовых структур, то они полностью подконтрольны сегодня в Москве. То есть все, начиная от секретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича и заканчивая там министром обороны, председателем КГБ, министром внутренних дел, да и прочими остальными. Наталья, вот подконтрольны. Подконтрольны в каком смысле? Ну, например, Александр Вольфович. В том смысле, что Москва знает о всех их действиях, о всех их решениях, я не знаю, имеет глаза и уши, которые следят за всем происходящим. Или эти люди бесконечно лояльны Москве? Вы знаете, здесь и то, и другое. То есть среди руководителей силовых структур и людей близких к Лукашенко очень много выходцев из России, практически все они обучались в России, практически все они имеют тесные связи с российскими спецслужбами. И идеологически они близки Путину. То есть абсолютно. И вот тот же Александр Вольфович, секретарь Совета Безопасности Беларуси, он уроженец России. И есть информация, что вот он даже вызывает некоторое раздражение у Лукашенко, но правда тут ничего не может с этим сделать, поскольку Вольфович, например, получает приказы напрямую из Кремля. То есть иногда Лукашенко может даже не знать, какой приказ Вольфович получил из Кремля. И Лукашенко не может его убрать? Нет. Вот в том-то и дело, что не может. Это говорит о том, что Лукашенко сегодня абсолютно не самостоятельен. А скажите, пожалуйста, вот все-таки, что случится теперь в Беларуси, когда рядом с Лукашенко не стало такой сильной фигуры, на которую он опирался на протяжении, как вы сами сказали в начале нашего разговора, 20 лет. Вот как Лукашенко теперь будет без человека, который верой и правдой ему 20 лет служил, когда рядом образуется такая брешь? Я ему не завидую, ему будет тяжело. И это плохо для него и хорошо для нас. Я думаю, что сейчас режим входит в такую зону турбулентности, и его будет трясти до полного развала. Знаете, когда даже прочитала новость про Макея, мне пришла в голову мысль, что скоро мы точно так же рутинно, мы журналисты, будем писать про смерть Лукашенко. То есть это только часть того происходящего, что будет твориться в нашем регионе. Поэтому Лукашенко сегодня на самом деле давным-давно потерял субъектность, от него ничего не зависит. А нам нужно думать реально, каким образом нам защищать Украину, освобождать Беларусь, ну и сделать все, чтобы наконец-то развалился вот этот преступный режим Путина в России. Но последний вопрос. Представим себе, что никому не хочу желать смерти, но представим себе, что взял, как говорится, Александр Григорьевич, поел грибков и после этого скончался апоплексическим ударом, как в старину бывало, с некоторыми монархами, сидевшими на тронах. Кто вместо него? Временно может быть какой-то ставленник из Кремля, временно может быть кто-то из номенклатуры, но это будет очень недолго и я думаю, что в Беларуси будут серьезные события, возможно в том числе вхождение белорусских добровольцев в Беларусь в этой ситуации, будут народные протесты, будет народное восстание обязательно. И думаю, что будет серьезный шанс, наконец-то, чтобы к власти в Беларуси пришли демократические силы. Ну что ж, Наталья, спасибо большое за ваши ответы, спасибо за ваши комментарии. Я напомню, Наталья Радина, известный белорусский оппозиционный общественный политический деятель, журналист была с нами на связи. Следим за развитием дальнейших событий в Беларуси, где вчера, в минувшее воскресенье, неожиданно стало известно о скоропостижной кончине сильного человека Владимира Макея, министра иностранного Беларуси, который был правой рукой диктатора Лукашенко. Повторяю, следим, что будет дальше. И пока на этом все, я обращаюсь с вами. Спасибо за внимание.